За тех, кто в море, 150 выпускников морского училища номер 3 Одесской юрокадемии получили дипломы младших специалистов в области судоходства и судоремонта, тем самым пополнив ряды моряков. Всего из стен училища вышло более 30 тысяч выпускников, которые сегодня приносят пользу морской отрасли Украины. Повывала на вручении дипломов и съемочная группа репортера. Вчера еще курсанты, а сегодня настоящие моряки. В морском училище номер 3 Национального университета Одесская юридическая академия прошла торжественная линейка, на которой 150 выпускников получили дипломы младших специалистов в области судоходства и судоремонта. Это значит, что морская отрасль нашего города, нашей страны пополнилась еще одним поколением профессионалов своего дела. Вы знаете, сегодня очень важное событие, я уверен, в масштабах целой страны. Почему? Потому что именно в морском училище номер 3 Национального университета Одесская юридическая академия единственная, где готовят таких уникальных специалистов, как токарей. И сегодня целая группа была выпущена, я уверен, что они пойдут на производство, они будут поднимать те производственные мощности, которые, к сожалению, у нас сегодня в Украине затухают. Потому что сегодня нигде не готовят таких специалистов. Но у нас в училище, слава Богу, сохранена вся производственная база усилиями президента Национального университета Одесская юридическая академия Сергея Васильевича Кивалова. В целом сохранено это училище. У нас еще есть высшее профессиональное техническое училище. И именно здесь готовятся такие специалисты, как матросы-матристы, токаря. И я думаю, что эти профессии будут только расширяться, училище будет развиваться. Почему? Потому что в нашем университете есть сеть для этого возможностей. К сожалению, мы видим по стране затухание профессионально-технического образования. Несмотря на то, что в Европе оно составляет около 70%, в Украине оно составляет всего лишь 7%. И такие университеты, как наш, такие люди, как наш президент Сергей Кивалов, они заботятся о том, чтобы все-таки данная ниша в образовании была сохранена, училища развивались. И сегодня мы выпускаем таких специалистов. Сегодня они приобрели новую профессию. И я уверен, что они будут делать и создавать успешную и хорошую славу нашему государству. Морское профессионально-техническое училище номер 3 без преувеличения сохраняет славные многолетние традиции трудовой славы и морского богатства нашего города. Училище было основано сразу после войны, в тяжелейшем 1944 году. За почти 80 лет своего существования это учебное заведение прошло разные этапы долгого и непростого пути. Несмотря на все препятствия, все попытки свести на нет, профессионально-техническое образование в нашей стране, благодаря действиям команды президента Одесской юрокадемии, почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова удалось отстоять и сохранить морское училище. Продолжая наши славные традиции, мы продолжаем выпускать квалифицированные кадры, мы продолжаем выпускать гордость Одессы, мы продолжаем работать с нашими ребятами, которые приходят к нам после 9-го, после 11-го класса и наши выпуски, они полноценны. Мы берем ребят в определенном количестве и выпускаем. Наш выпуск сегодня это 150 человек в будущем, которые заполнят все ячейки флота во всех ранжирах. Училищу более 70 лет и в свое время здесь учились отцы, деды этих наших нынешних выпускников и мы уверены, что в будущем дети наших выпускников тоже придут в училище продолжить славные традиции, получать знания и тем же самым прославлять наш город, наш университет и наши труды. Ежегодно в морском училище номер 3 Одесской юрокадемии дипломы младших специалистов получают более 140 выпускников, а всего из его стен вышло более 30 тысяч выпускников, которые сегодня приносят пользу морской отрасли Украины. Многие из них стали капитанами судов, штурманами, старшими помощниками капитанов, механиками, инженерами. Здесь преподают мастера производственного обучения, которые по 20-30 лет ходили на судах в море и сегодня прививают молодым людям важные навыки морской специальности. Морское училище номер 3 Одесской юрокадемии готовит специалистов, младших специалистов на торговый флот. Эта профессия необходима на судне и училище номер 3 занимает важное место в образовании. Я неоднократно принимал экзамены у ребят ежегодно, уже порядка трех лет. Ребята очень хорошо знают теорию и практику, чем они доказали на экзаменах. Они успешно все сдали, получили дипломы и теперь они смело могут идти получать рабочие дипломы и готовиться к первому своему рейсу. Выпускники отмечают, что благодарны родному морскому училищу номер 3 за полученные знания, которые обязательно пригодятся на их непростом пути. Наряду с общеобразовательными предметами здесь изучают и специальные предметы, такие как морская практика, основы судовождения, устройство судна, материаловедение и другие. Полученные знания курсанты закрепляют на практике во время производственного обучения на судах в порту. Главное – это люди, которые умеют работать руками, а на таких в нашей стране последние годы дефицит. Я выбрал училище номер 3 из-за того, что у меня здесь учился родственник. Он сказал, что здесь очень хорошо, очень большое потом пространство для поступления дальше. Тут преподаватели прекрасные, мастера своего дела знают, как научить, что рассказать, как правильно найти подход к любому из студентов. Практика тоже пришла в очень хорошие обстановки, очень многому научили, дали незабываемый опыт, который поможет в дальнейшем. Сюда я поступил, мне посоветовали, и много знакомых говорили, что это училище первоприбыльное. Преподаватели очень хорошо преподносят свой предмет, именно раскрывают его так, чтобы любой ученик понял, о чем идет речь. Я хочу быть моряком и дальше хочу развиваться, ходить в море, стать капитаном, изначально стать механиком, потому что здесь специальность матрос-моторист. Выпускники и их родители рассказывают, что выбрали море, потому что когда-то их близкие тоже сделали такой ответственный выбор. У кого-то дедушка моряк, а у кого-то папа. Все-таки Одесса – морской город. И практически в каждой второй одесской семье есть человек, посвятивший свою жизнь морской профессии. С детства мечтал стать моряком, у меня дедушка моряк, и вот по его стопам решил пойти. Он тоже тут учился, только еще в Советском Союзе, и я решил пойти в это же училище. И вот закончил его, дальше планирую поступать выше, поменять диплом на рабочий и пойти в рейс. Сегодня я вижу свою профессию на очень высоком уровне, и очень большой конкурс на эту профессию в плане того, что конкуренция большая, и надо иметь высокие знания в своей профессии, чтобы дальше как-то была возможность работать. Я очень благодарен третьему училищу за полученные знания, за достойное образование и хорошую практику. Мне понравилось это ему судить, наверное. Мне как бы, я из другого времени сам проходил эти ступени, поэтому, наверное, он и пошел по моим стопам. Это, конечно, приятно, потому что сын не захотел идти по стопам отца, а внук пошел, поэтому мне это, конечно, приятно. Ну а что сказать, работа есть, слава богу, нет украинского флота – это плохо. Приходится работать на других, как и все наши моряки. Курсанты морского училища номер три Одесской юрокадемии показывают высокие достижения в учебе и в спорте. Развитие, популяризация и сохранение профессионально-технического образования один из главных приоритетов Национального университета – Одесская юридическая академия. Совсем скоро училище распахнет свои двери для новых курсантов, которые, безусловно, в будущем станут профессионалами своего дела. Василий Базовлок, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Ура! Ура!